Что считать чревоугодием? Понятно, что в пост мы боремся со страстями, привычками. Никак не получается не пить кофе с молоком, видимая слабодухом. Наверное, это чревоугодие. А если, например, в периоды очень сильно хочется есть продукты из списка нелюбимых, нейтральных? Например, не люблю морскую капусту, а в какой-то момент жить без нее не могу. Когда я вижу, руки трясутся, поем недели-две и потом про нее забываю. Это какое-то искушение или просто организм требует недостающие микроэлементы? Скорее всего, это организм требует недостающие микроэлементы. Скорее всего. Четкой границы провести, где заканчивается чревоугодие, и начинается нормальное отношение трезвое к своему организму, такой четкой границы нет. Мы не можем четко диагностировать, что в этом месте это нормально, а в этом уже чревоугодие. Мы не можем этого сказать. Поэтому разумно нужно подходить с воздержанием ко всему. Что-то себе позволять, где-то узды в натяг держать, чтобы все-таки не расхлябываться. Но могу сказать вам также, что, например, чревоугодие не ограничивается исключительно желанием что-нибудь покушать. И если вы долго валяетесь по утрам в постели и не можете встать, это тоже чревоугодие, по сути дела. Потому что вы тело нежите, позволяете ему нежиться. Это тоже чревоугодие, тоже угождение плоти, ничем не отличается. Продолжение следует... Продолжение следует...